Дорогие друзья, снова здравствуйте, мы будем продолжать с вами непростой разговор о том, как зарождалось христианство, в том числе и некоторые представления и понимания в христианстве, откуда они взялись. Мы говорили о том, что языческий мир, куда апостолы понесли благую весть, не был чистым листом, что там уже существовали разные идеи и в том числе коснулись того факта, что языческий античный мир Римской империи был отравлен вирусом антииудаизма, антисемитизма, то есть эллины не любили евреев, скажем так. И когда эти новообращенные из язычников принимали благую весть, начинали слушать еврейских учителей, мы должны понимать, они все равно не были абсолютно свободны от того культурного бэкграунда, в котором они воспитывались, росли и выросли, то есть сформировались как личности. И произошло неизбежное. Мы берем священные писания и читаем их, и в этих священных писаниях евреи спорят с другими евреями, критикуют одни евреи других евреев, конфликтуют евреи с евреями. То есть еврейские тексты, еврейские споры, еврейские конфликты, все, что находится в еврейских священных текстах, попало людям, чья культура на протяжении нескольких столетий была пронизана антисемитизмом. И поэтому первые христиане, которые были не свободны от антисемитизма, они принесли вот это неприязненное свое отношение к евреям в прочтение библейских текстов и в свое богословие. Причем это произошло очень рано. Смотрите, если вы под углом, под которым мы сегодня обсуждаем эту проблему, прочитаете тексты Нового Завета, Деяния и апостольские послания, вы обнаружите массу интересного. Например, уже в апостольских посланиях мы видим, что в первом веке в общине первых верующих уже существует конфликт внутри общины между евреями и неевреями, а это эпоха апостолов. Например, Иоанн упоминает общину, где есть некий христианин-нееврей Диатреф, который не просто не принимает еврейских учителей, но даже и апостолов. Это третье послание Иоанна, 9 стих. В послании Шауля Римской общине много внимания уделяется именно противостоянию еврейской и нееврейской частей этой общине. И именно привитой дикой маслине рекомендуется не гордиться, но бояться. Почему? Иустин Философ, живший во II веке н.э., написал диалоги с иудеем Трифоном. И занимает в этих диалогах такую поучительную, снисходительную позицию по отношению к этому еврею Трифону. И представляет Израиль в своих рассуждениях евреев как таких особых грешников. Он использует совершенно нееврейский подход к толкованию писаний. И представляет при этом этот подход таким единственно верным, противопоставляя его неверному еврейскому пониманию. На самом деле, особенно римляне, конечно, были заражены таким состоянием. Еще бы, граждане Великого Рима, жители Великого Рима, носители превосходнейшей греческой культуры. И вдруг оказались на положении пасынков у этих странных евреев. Задумайтесь в контексте нашего с вами рассуждения. Какая ситуация могла побудить Павла написать именно в Рим следующие слова? Это 9 глава послания римлянам, 5 стих. Им, евреям, принадлежат усыновение, и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Христос подлодит. Я уверен, что в контексте нашей с вами беседы эта фраза принимает очень специфическое звучание. Раннюю общину Ишуа язычники воспринимали ведь на самом деле как иудейскую секту. Мы об этом уже в прошлом уроке упоминали. Чем на самом деле она в самом начале и была? Да, присутствие внутри этой секты неевреев на самом деле внешних наблюдателей нисколько и не удивляло, и на самом деле ничего не меняло. Вокруг синагог в первом веке нашей эры тоже было большое количество заинтересованных неевреев. Поэтому на самом деле все наветы, которые уже существовали в античном антисемитизме, они естественно относились и к секте верующих в Ишуа Мессию, в Иисуса Христа. Для евреев в этом не было ничего необычного. Для еврейских верующих в Ишуа это была их повседневная реальность. Они до того, как уверовали, что Ишуа Мессия жили в окружении такого враждебного антисемитского отношения. Но для пришедших к вере неевреев это было новое ощущение, совершенно необычное и очень неприятное. И это сыграло очень важный психологический фактор для нееврейской части ранней церкви. На самом деле доказывать, что мы не они, означало для них то, что это значит, что то, что вы обычно говорите о евреях, к нам, к христианам, отношения не имеет. Иными словами, это разделяло раннюю общину верующих в Иисуса. Потому что если для евреев быть евреем и оставаться евреем, веря в Иисуса, было само собой разумеющимся, и неприязненное отношение окружающего нееврейского мира было для них обычным, то для нееврейской группы это было сильным толчком для того, чтобы начать отдаляться от евреев и всего еврейского, пытаясь объяснять своему окружению, что они не являются иудеями. Если это началось еще в эпоху апостолов, что мы можем видеть в апостольских посланиях, то тем более это усугубилось после смерти апостолов. Если в текстах Нового Завета мы видим смешанные общины, то спустя короткое время мы исторически видим, что еврейская община существует отдельно от нееврейских. Все это повлияло на то, как нееврейская часть общины верующих в Иисуса стала читать и понимать Писание. Если еврейская часть никогда не переставала ощущать себя евреями, частью народа Израиля, соответственно, никогда не воспринимала неверие в Иисуса, как остальных евреев, как что-то и окончательное, и абсолютное. Например, в Пасаде Римлянам, в 11 главе 1 стихе, еврей, фарисей Павел пишет, и так спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак, ибо и я израильтянин от семени Авраамова, от колена Вениаминова. То есть, на самом деле, еврей Павел не считает, что евреи отвергли Христа. Он говорит, а я что, а я кто тогда? То для нееврейских читателей и верующих это принимает совершенно другую форму, форму абсолюта. Для них евреи отказались от Иисуса, и Бог отверг народ свой. Ни Моисей, ни пророки, ни Иисус не воспринимаются нееврейскими читателями, как тоже народ Израиля, но как внешний голос Господа Бога, осуждающий евреев. Я повторю еще раз эту мысль, потому что она крайне важна для неевреев, ни Моисей, ни пророки, ни Иисус, ни апостолы не воспринимаются нееврейскими читателями, как тоже народ Израиля, но как голос, внешний голос Божий, осуждающий грешных евреев. И все это постепенно ведет к тому, что мы должны назвать демонизацией евреев и народа Израиля и иудаизма. Основным обвинением церкви исторически, начиная с очень древних времен, является отвержение и убийство Христа. Поскольку новозаветный текст гласит следующее, Матфея 27-25, и отвечая, весь народ сказал кровь его на нас и на детях наших, то делается следующий вывод, что в отвержении и убийстве Христа виноваты все евреи. Это утверждение, конечно, полностью игнорирует факт, что и сам Спаситель был евреем, и что вся его группа учеников полностью составляла на тот момент из евреев. А по свидетельству Павла было более 500 мужчин, только мужчин, которые были евреями на момент воскресения Спасителя. Эта трудность обходится следующим образом в христианском богословии. Иисус на самом деле не еврей, он бог, а у бога нет национальности. Ученики Иисуса тоже больше не евреи, поскольку они христиане. То есть, развитие доктрины о божественной природе Христа привело, на самом деле, к тому, что обвинение в распятии Мессии трансформировалось в убийство Бога. Внимание! Евреи убили Господа Бога. А кто способен убить Бога? Человек же не может убить Бога, только сатана. И для подтверждения этой идеи используется текст из Евангелия от Иоанна 8.44. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Снова комментаторов не волнует, что на самом деле обе стороны в этом разговоре являются евреями и иудеями. Попросту там нет ни одного нееврея. Все, теперь Иисус представляет христианскую сторону, а на самом деле его оппоненты, конечно, евреи, которых он обвиняет, осуждает и называет детьми дьявола. Таким образом, евреи в христианском учении были превращены в исчадие ада, а их молитвенные дома вместо поклонения дьяволу. Поверьте, то, что я говорю, не является фантазией, а это является богословием ранней христианской нееврейской церкви. Мы сейчас почитаем немножко отцов церкви. Например, была крупная школа катехизиса в уже упоминаемой нам Александрии. Уже сам факт, что мы знаем, что Александрия была альмаматор антисемитизма, настораживает нас. И вот в этой альмаматор антисемитизма возникает, развивается и утверждается крупнейшая богословская школа того времени. И одновременно мы знаем, что Александрия является крупным еврейским центром в диаспоре. И вот на самом деле эта школа в Александрии закладывает догматику христианского антисемитизма. Ее руководитель Климент Александрийский, это конец второго, начало третьего века. Его последователи Ориген, это, собственно, до середины третьего века, они считали, внимание, что разрушение Иерусалима является заслуженным наказанием за убийство Бога, Ориген. С учетом их неверия и других оскорблений, с которыми они обрушились на Иисуса, евреи не только пострадают больше других на суде, который, как мы верим, придет на весь мир, но и уже пережили такие страдания. Какой народ находится в изгнании из собственных мест и отлучен от мест священных для поклонения их отцов за исключением одних евреев? И бедствия, которые они претерпевают, потому что они были самым нечестивым народом, хотя и виновным во многих других грехах, но наказываются так строго, не за что иное, как за то, что совершили против нашего Иисуса. Юстин, мученик, апологет первого века, о котором я уже упоминал о его труде, диалог с Трифоном и Удеянином, там, кроме всего прочего, утверждается, что все евреи испорчены. То есть, на самом деле, их способность грешить, она беспредельна. В тотальном подавлении римлянами и евреев Юстин видел только Божий суд над народом-богоубийцей. Юстин, мученик, цитата, «Это правильно и хорошо, что вам все это было сделано. Вы отпавшие сыновья, прелюбодейный род, дети блудницы». Амбросий Миланский, 340-397 год, то есть, это 4 век нашей эры, он на самом деле, вот, епископ христианской церкви, он защищал другого епископа, который сжег синагогу. То есть, вдумайтесь, христианский епископ сжег еврейский молитвенный дом, а другой христианский епископ защищает его и пишет следующее. Кого волнует, что синагога, это дом безумия и неверия, уничтожен? Григорий Низкий, конец 4 века. «Убийцы Господа, мучители пророков, враги Бога, люди, которые проявляют неуважение к закону, противники благодати, враги отцов веры, последователи дьявола, порождение ехидны, клеветники, насмешники, люди, чьи умы в темноте, закваска фарисейская, собор демонов, грешники, нечестивцы и ненавистники правды». Ну и самый знаменитый и любимый христианами отец церкви – Иоанн Златоуст. Что же вышло из золотых уст этого великого богослова и проповедника? Синагога есть только непотребный дом и театр. Есть не только непотребный дом и театр, но и вертеп разбойников и логивище зверей. Итак, если они не знают отца, распяли сына, отвергают помощь духа, то кто не может смело сказать, что место, то синагога, есть жилище демонов. Там не поклоняются Богу, нет, там место идолослужения. Синагога бесчестнее и всякой корчемницы, потому что служит убежищем не просто для разбойников и торгашей, но для демонов. А вернее сказать, не синагоги только служат таким убежищем, но и самые души иудеев. А я потому-то особенно ненавижу синагогу и гнушаюсь ею. Но пора уже показать, что там в синагоге живут и демоны. И не только в этом месте, но и в самих душах иудеев. Значит, поэтому-то больше и следует ненавидеть их вместе с синагогу. Это я цитирую его «8 слов против иудеев». Еще один знаменитый христианский богослов, отец церкви Августин Гиппонский, прозванный блаженным. «Евреи пленили его, евреи оскорбляли и поносили его, евреи уменьшали его терновым венцом, бесчистили его, плевали, били, забрасывали ругательствами, повесили его на древе и проткнули его копьем. Евреи убили его». Вот такое богословие, на самом деле, даже без всякой попытки внимательно прочитать, что написано в Евангелии. В другой проповеди Августин называет евреев преднамеренно слепыми к словам Писания, не имеющими никакого понимания и ненавистниками истины. Я хочу, чтобы было понятно, когда мы об этом говорим, то мне приходится иногда слышать от протестантов, особенно от радикальных протестантов, типа баптистов и хризматов, что это все не имеет к ним никакого отношения, потому что они просто новозаветная церковь. На самом деле, это иллюзия, конечно. Любой христианин, будь он баптист или хризмат, живущий в 21 веке, не уверовал, приняв веру в Иисуса, из рук еврея апостола Павла или от Шимона Петра. Все абсолютно христиане воспринимают христианство как нечто законченное, со всем набором идей, богословием, которое каким-то образом росло и развивалось, и фундамент которого был заложен теми людьми, которых я сейчас цитировал. Когда христианство стало государственной религией, участь евреев стала еще более печальной. Чем большее влияние получали христианские епископы в обществе, тем хуже становилось положение евреев. В какой-то момент даже был принят закон о смертной казни для евреев, который обратил неевреев иудаизм. Множество профессий были запрещены для евреев. Аннулировались гражданские права евреев. Их право на исповедание иудаизма постоянно находилось под угрозой. Евреи почти постоянно находились в положении дискриминированных в христианском мире. И одновременно с этим христиане воспринимали это не просто как норму, а как подтверждение идеи о том, что Бог отверг народ-богоубийцу, который убил Господа нашего Иисуса Христа. И вот теперь все эти страдания еврейского народа, это подтверждение их отверженности и проклятости. Спасибо за то, что вы выдержали сегодняшний непростой урок. Хороших вам размышлений. До следующих встреч. Мессианский Центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.gazisdefismedia.tv